С годичным опозданием в программу народного IPO, наконец, включилась вторая по счету компания. Начиная с сегодняшнего дня, рядовые казахстанцы смогут приобретать акции отечественного энергетического гиганта КИГОК. Вопреки ожиданиям, ажиотажа в пунктах продаж в почтовых отделениях Каспочты не наблюдалось. Сами брокеры связывают это с отсутствием мощной информационной поддержки, которая сопровождала первый этап программы. Чем привлекателен для частных инвесторов новый участник проекта и стоит ли вкладывать в него деньги, расскажет Тимур Ирмашев. Алматинец Али Каримов в программе народного IPO участвует уже второй раз. Вложив два года назад почти миллион тенге в акции Кастронсойла, отставной офицер до сих пор получает дивиденды и в принципе не жалеет о принятом решении. Говорит, выгода от вложения оказалась куда выше, чем если бы его деньги лежали на банковском депозите. Теперь, когда пришло время, он решил стать совладельцем еще и энергетической корпорации КИГОК. Электроэнергия, она всегда востребованная и она всегда будет, как говорится, необходимой в экономике, тем более в нашей стране, развивающей в экономике и быстро продвигающей по новым технологиям. КИГОК является основной и ведущей нашей направлении. Всего для частных инвесторов КИГОК выделил почти 6 миллионов своих акций по цене 505 тенге за штуку. Существует, правда, ограничение выдачи ценных бумаг в одни руки – не более 14 тысяч. Это делается для того, чтобы в программу не включились крупные игроки. Стать акционером национального оператора единой электроэнергетической системы можно будет до начала декабря. На покупку акции клиенту необходимо предоставить удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан. В целях экономии времени клиентов компания рекомендует заранее открыть брокерские счета на покупку акции АОКИГОК в отделениях почтовой связи, так как процедура занимает около до трех календарных дней. Экономист Марат Каирленов уверен, что вкладывать деньги в акции нового участника народного IPO стоит. Однако держать их слишком долго не рекомендует. Максимум 4-5 месяцев, чтобы успеть расстаться с ними до возможной девальвации. В этом случае чистая прибыль может составить от 20 до 30% годовых. Если брать по КИГОКу, да, это компания ориентирована на внутренний сектор, то есть у нее прибыль в тенге, да, затраты, вот она говорит, сейчас инвестиционные, ну там, проекты у нее. Но, понятно, у нас электрооборудование в Казахстане особо не производится, поэтому, скорее всего, будет закупаться за рубежом, то есть это в долларах, да. Вот в этом плане, конечно, с угрозой девальвации в следующем году, наверное, ну, риск достаточно большой присутствует. Несмотря на активную информационную кампанию, в Казахстане все еще мало людей знают о том, что на самом деле таит в себе программа народного IPO. Говоря простыми словами, это продажа акций государственных предприятий рядовым гражданам. Первой компанией, включившейся в программу, стал Кастронсойл. Опыт оказался более чем удачным. Идея народного IPO состоит в том, чтобы у казахстанцев появилась альтернатива банковским депозитам. Правда, здесь есть свои минусы. Цена акций может как взлететь до небес, так и опуститься до разорительного уровня. Именно поэтому опытные игроки советуют не рисковать на бирже последними деньгами. Помимо КИГОК в программе народного IPO в ближайшем будущем должны принять участие «Эйрастана», «Кастрансгаз», «Самрукэнерго» и «Кастрансморфлот». Когда именно казахстанцы смогут стать акционерами этих компаний, никто не знает. Однако эксперты считают, что в связи с ожидаемым дефицитом бюджета произойти это может очень скоро. Тимур Ермашев, Яна Городецкая, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.